Приветствую на канале и продолжаем проходить после очередного перерыва 7 Billion Humans и по сути нам осталось совсем немного, но так как задания усложняются и требуют большого количества кода, скорее всего в серии в финале будет 2. Ну что ж, тогда начнем, ну опять же посмотрим, если будем укладываться, может серия чуть затянется, но уложим все в одну. Сортировочный пол. Здесь становится не по сезону ветрено. Времена меняются. Да, эта сетка из 9 кубов данных тоже должна измениться. Пожалуйста, отсортируйте ее. Как слова на странице, самые маленькие слева вверху. Большие справа внизу. Используйте 48 команд или меньше. 174 секунды. Ну допустим, мы сразу начинаем старт. Мне просто интересно. Они фиксируются, да? Конечно, конечно. Да, тут уже есть над чем задуматься. Ладно, решать я буду опять же за кадром. Иначе будет еще серий 15, если не больше. В общем, продолжаем. Нужно отсортировать кубы данных, наименьшие. То есть вот выстроить их. Но 5 человек, они с этим явно будут плохо справляться, поэтому добавим вот такую проверку. Если справа есть... Справа не дыра, мы просто делаем шаг влево. То есть все эти 4 персонажа, они прыгнут в пропасть. И работать мы будем только одним. Дальше. В слот 4 присваиваем 0. Это счетчик. После которого мы поймем, что все 9 кубов мы просмотрели. Что будет делаться в этой программе? Все эти кубы будут сначала отсортированы сюда. И только потом, после того, как она будет равна 9, мы просто перенесем каждый куб на 1, 2, 3, на 3 шага вверх. Вот и все. Поэтому этот счетчик нам нужен будет. Дальше. Мы двигаемся. То есть мы начинаем... Наша задача вот в середине просмотреть все кубы, но нужно еще встать в эту середину. Проще всего сделать это из угла. Поэтому мы двигаемся в этот угол. И из него делаем шаг по диагонали. Вот здесь. То есть пока у нас сверху нет дыры, мы идем вперед. Вот как только дыра появилась, мы останавливаемся. После этого начинаем двигаться до края в левую сторону. То же самое. Пока не дойдем до угла. После этого делаем шаг сюда. И запоминаем ближайший куб данных. В данном случае это именно центр. Будет там, не будет. Ближайший куб данных. То есть если здесь будет куб, который мы потом унесем, мы возьмем любой другой. Наша задача, чтобы было с чем сравнивать. И дальше в цикле каждый куб мы сверяем с ним. То есть, во-первых, помещаем в слот 2. То есть мы сверяем первый и второй слоты. После того, как мы туда поместили куб, мы сверяем с первым. Если он будет меньше первого, и будет вообще кубом данных, потому что если ничего нет, то по сути он будет выдавать ноль. Поэтому это тоже важно. Только тогда мы обновляем то, что находится в первом слоте, и сравниваем снова. После этого подбираем. В данном случае здесь будет уже наименьший. После того, как мы проведем все параметры. Если в четвертом слоте не равно нулю, то есть здесь очень важно начинать от первого. Поэтому если у нас равно нулю, то мы выполняем вот эту последовательность. То есть мы двигаемся влево максимум. И дальше смещаемся до тех пор, пока мы не окажемся здесь. Все. Это будет первый куб, который мы бросим. После этого все повторяется, но так как... Где она? Где? 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 Вот здесь. Здесь в слоте четвертом будет уже не ноль. Мы будем двигаться, то есть делаем шаг к слоту 3, потому что в слот 3 мы будем держать в слоте 3 тот куб, который мы поставили последним, уже отсортированный. То есть мы подойдем к нему, и от него сделаем шаг вправо. И поставим уже туда и запомним это место. Если справа уже дыра, то тогда мы сдвигаемся отсюда по диагонали и влево. Вот она, по диагонали и влево. И начинаем новый ряд. Так будут выстроены все 9 кубов. Как только мы дойдем до 9, если в слоте 4, 9, то есть мы сделали все действия, то есть кубы отсортированы, но они должны встать еще на свое место. Мы берем ближайший куб данных, подбираем его, и перемещаем его на 3 шага вверх. И бросаем. И снова двигаемся вниз. И так с каждым кубом мы поступаем. В общем, получилась вот такая вот, вообще-то немаленькая программа, но в параметры... Самое главное, я пытаюсь вложиться в параметры по количеству команд. Мы укладываемся. Если она по скорости пройдет, ну замечательно, если нет, то... Ну ладно, будем думать отдельно. Поехали. Первые. Квау, действуем одним персонажем. Потому что в комплексе как это делать? Ну вот вообще непонятно. Втроем еще более или менее, но хотя там тоже путаница та еще, потому что программа одна на всех. Все, вот у нас идет первый куб. Это разовая акция, то есть она внизу проверяется. И дальше. Мы идем в бок. И проверяем с каждым. Это минимальное значение. Счетчик обновили. Снова двигаемся в этот угол. Из него делаем сверху полностью. Выбираем минимальный. Все. И сейчас, когда мы окажемся в углу, снова в угол, снова в центр, идет проверка, минимальное значение. Ага, здесь яма. Начинаем новый ряд. И так все. Девять значений. И теперь идет перенос. Берем ближайший куб. Идем до минимального значения. И еще один подъем. Ну и в принципе даже по времени уложились. Неплохо получилось. Беспорядочная дефрагментация. Пришел час расплаты. Каждый раз, когда мы удаляем данные, на складе остается дыра, которую раньше занимали эти данные. Со временем наш склад стал похож на фрагментированную дырявую губку. И становится тяжело получать и сохранять данные. Что же мы можем с этим сделать? Дефрагментировать склад? Видите все эти фрагментированные данные? Видите? Пожалуйста, уберите все дыры между кубами данных. И упакуйте их как можно меньше количества рядов ближе к верху комнаты. Нам не важен порядок. Да, как снегоуборочная машина, просто свалите все туда. Уничтожьте все пропуски между кубами данных, упаковывая их в наименьшее количество, возможно, количество рядов, порядок кубов не важен. То есть у нас должно получиться в данном случае 5, 4 это 9, 9,6, 15, 18, 21, 24. Должно получиться 3 ряда. По сути, в 3 ряда нужно будет упаковать. 28 команд, 95 секунд. Ну ладно, попробуем. Продолжаем. В общем, что сделаем? поначалу стандартное действие, берем ближайший куб и несем его максимально вверх. Здесь можно их не разделять, здесь каждый будет действовать. Несем вверх. После того, как мы вставили вверх, выполнили эту часть, присваиваем единицу, единица и двойка, вот они. Это просто счетчик, потому что мы будем двигаться в первом ряду направо, во втором ряду налево, здесь снова направо. Будет 3 ряда, как я уже и сказал. Присваиваем, то есть в случае чего мы будем двигаться вправо. Дальше проверяем, есть ли вообще здесь что-то. Если что-то есть, мы двигаемся вправо до тех пор, пока не увидим дыру. Если дыру найдем, то спускаемся на ряд вниз, присваиваем номер 2 и дальше будем двигаться уже влево. Если же мы нашли пустое место, мы бросаем и сразу переходим к следующей части. Мы снова должны двигаться вниз. Здесь добавил счетчик до 3, чтобы они больше 3 кубов не перенесли, потому что они начинают растаскивать то, что уже насобирали, поэтому больше 3 раз они не должны ходить. Все. Если дыру нашли, вот мы спустились снова, потом опять же берем ближайший, то есть вот эту часть мы выполняем. И все. То есть вот этот счетчик только пока не был поставлен, они начинали переразбирать первый вот этот ряд нижний. Все. Вот они несут вверх все. У этого получилось поставить, у этого, а эти двое начинают постепенно двигаться вперед. Первый сейчас поставит и отправится за новым кубом. А вот она сейчас дойдет до края, проверит. Яма, значит, вниз, изменила значение на двойку и будет двигаться уже с ней. Но в дальнейшем она все равно, когда поставит куб, у нее это значение перенесется на единицу. Ну, в принципе, вот оно. Нет, это не то, она уже сделала. Вот она память. Единица снова спустилась вниз, снова стала двойкой. Вот если бы ему... Вот он сейчас вытащил этот ряд, что совсем не нужно. То есть они начинают просто уже разбирать то, что сделали. Но больше трех раз они этого не станут делать. Все, он сейчас спустится вниз. Три. Нет, еще раз, все равно пошел. Иначе на двойку будет выставить, иначе по количеству будет ерунда. По сути, это уже все лишнее. Если... меньше двух сделаем. В принципе, этого более чем достаточно. Вот она, последняя партия, все. Раз уж речь зашла об упаковке, мне нужно отлучиться ненадолго. Нет, я не вернусь. Уверена ваш. Другой начальник прекрасно справится, что бы он не делал в мое отсутствие. Что? Да, возможно, мне удастся построить домик на озере. Может быть, я даже напишу несколько таинственных новелл. И мне всегда казалось, что я была бы отличным кондуктором на призрачном поезде. В любом случае, я ожидаю подкачанного, загорелого молодого человека. Пожалуйста, не приходите в гости. двоичный счетчик. Ну и все. Уложились. По всем параметрам. Двоичный счетчик. Это еще что? Как они вообще придумывают это все? Что ж, добро пожаловать в счетную машину. Так. Здесь нужно заставить этот большой зеленый экран посчитать от 1 до 15. 0, 1, 2, ну, вы поняли, 15. Звучит просто, но вам нужно представлять эти числа как двоичные. Используя эти четыре зеленых сенсора слева. Как их использовать? Ммм, просто положите на них куб. Когда закончите с сенсорами, кому-то нужно нажать большую красную кнопку. И это приведет данные с сенсоров в число на этом большущем экране. Самый правый сенсор отвечает за цифру 1, немного левее за цифру 2, затем 4, а потом 8. Бах! Результат показывается на экране. Все ведь так просто. Заставьте большой зеленый дисплей по очереди показать числа от 0 до 15 по порядку, положив кубы на любые из четырех сенсоров. Нажмите большую красную кнопку для обновления дисплея премьеры 0001 1 0008 0105 5 Дополнительные испытания. Используйте 17 команд 54 секунды Да. Ладно бы просто 15. Да, все не так просто. Ладно, поставим на паузу. Продолжаем. В общем, поначалу они все берут кубы. Это тоже берет, но ей нечего брать, поэтому она остается без всего. Дальше они делают два шага вперед, то есть они встают на места, куда они будут ставить, она встает соответственно на кнопку. И дальше программа делится на две части. То, что выполняет она, то есть она постоянно говорит, то есть говорит вперед тому, кто находится здесь. То есть от него будет начинаться исчисление. и делает шаг назад. Слушает окей. Окей нужно для того, чтобы встать на кнопку и еще раз ее нажать. Окей говорит тот, кто оказывается последним в ходе установки цифры один. То есть перед тем, как ее бросить, он говорит окей, она начинает двигаться кнопки, он в этот момент бросает и меняется число. Что делают они? Они все слушают вперед, но так как вперед говорит она только ему, он первый, ну или она актует получается. После этого она говорит окей, потому что числа постоянно меняются через одну. Бросает, слушает вперед следующий и говорит вперед тому, кто впереди. То есть как только она поставлена, эта единица, следующим шагом она снимается, поэтому здесь два действия. Просто поставить и дальше здесь передать следующим и забрать ее. То есть вот здесь тоже делится на две части, в зависимости от того, поставили мы ее или нет. Так как это бинарная система, здесь всегда либо поднимается, либо бросается. Ну, то есть вот они, две эти части. Ну, поначалу можно будет даже посмотреть, то есть то, что я предпочитаю фигурные скобки, неинтересно за ними наблюдать, интереснее наблюдать за этими. Поехали. То есть первые два шага они все делают. Все. Дальше все перемещаются сюда и слушают, как только она скажет вперед. Она скажет вперед только когда встанет на кнопку. Все, говорит вперед. Первый услышал ее. Он говорит окей. Тем самым сгоняет ее с кнопки. То есть она уходит сама, потом она делает следующий шаг. Пока она его делает, он уже успеет поставить куб вниз. Получается число. Дальше он смещается на следующую часть, на тот пункт, где надо подобрать. Она говорит вперед. Он передает это дальше к следующему. Он говорит окей. Всем она это слышит. Встает на кнопку в этот момент он ставит ее сюда. Этот переходит на следующую часть, которая будет ставить. А этот ждет следующую вперед, чтобы ее поднять. Ну и так до самого конца. Таким образом они все будут сейчас перемещаться. увидим. Ну и таким образом мы все числа увидим. Посмотрим, что у нее происходит большой мамочке. Она двигается по этой части. Что? Вы сделали это? Я сбился со счета, когда у меня закончились пальцы для счета. так успели мы раз, два, три сделать ну четвертый и эти четыре тогда на следующий раз перейдут дефрагментациям. Уф. Простите, я опоздал. Пришлось самому делать кофе утром. Обычно оно уже готово и дожидается у меня в комнате отдыха. Клюп. Ужасный кофе. Так, давайте посмотрим. У меня есть записка, в которой сказано порядок должен быть сохранен. Ммм, выглядит очень похоже на прошлое задание. Сложите кубы данных в верхней части комнаты, не оставляя пропусков между ними. Но на этот раз нужно сохранить их в текущем порядке. Клюп. Кашель. Отвратительно. Уберите все пустые места между кубами, упаковывая их как можно меньше. Е количество рядов. В верхней части комнаты подсказка ряда кубов обязан сохраниться. Куб сверху, слева, первый, следующий куб справа, второй, и так далее. Номеры ячейки переносятся так же, как и текст в книге. Сколько у нас на этот раз их? А, то есть вот это должен переместиться сюда, сюда, и они все должны сдвинуться. то есть они берут, смещают влево, и так до самого конца. Сколько их всего здесь? Три, пять, девять, пятнадцать, восемнадцать, да так же двадцать четыре, то есть получается три ряда. Ладно, попробуем. В общем, задание небыстрое получается. Что мы делаем? Сначала поднимаемся наверх и в угол. Все. Каждый из них. То есть по сути это может выполнить и один персонаж, но программа здесь не конфликтует, если они просто мешаются друг другу, они меняются местами, ничего страшного не происходит. Поднимаемся, отслеживаем задним человеком. Поднимаемся в угол. Сначала максимально вверх, потом максимально влево. Дальше присваиваем то, на чем мы стоим. Это нужно будет для того, чтобы делать проверку в дальнейшем на пустую ячейку. И делаем шаг вперед. Если в руках у нас есть куб данных, а под нами ничего, мы его бросаем, но пока у нас ничего нет, это нужно для большого ускорения, то есть мы сразу делаем эту проверку. Если же куб данных лежит, у нас ничего в слоте нет, то есть мы проверяем, если в слоте ничего нет, вот дальше, то мы присваиваем это значение. Мы всегда на чем стоим, то и присваиваем. То есть мы стояли здесь, присвоили ничего, и в слоте ничего нет, и в руках у нас тоже ничего нет, тогда мы подбираем куб. Есть он, нет, неважно, если нет, не подберем, просто откатимся снова в угол. подбираем его и начинаем с самого начала двигаемся в угол и начинаем двигаться снова по рядам. Если мы доходим до этой ячейки, соответственно, мы бросаем ее и снова в самое начало. Таким образом порядок у нас не будет пеняться. Перемещение без куба будет делаться не так, как в прошлый раз зигзагом, а досюда. Если мы увидели дыру, делаем шаг по диагонали и начинаем двигаться влево до самого края, потом начинаем постепенно проверять каждый шаг. Это нужно для того, чтобы они у нас сдвигались именно вбок. Ну и по сути все. То есть они сейчас двигаются вверх и в угол. Все. Вот она пошла. Ничего нет. Все, она запомнила это. Доходит до куба, знает, что в прошлом ничего не было и теперь начинает снова с самого начала. Проходит этот цикл, как только она дойдет до пустой ячейки в руках у нее куб, она его бросит. И так делает каждый. Программа явно не быстрая. Из-за того, что они постоянно возвращаются. Делать поход к ближайшему не получится. Потому что они таким образом перепутаются. Была бы у них общая переменная, можно было бы знать, что вот уже здесь поставили, здесь поставили, здесь поставили. они бы сразу шли уже к следующей ячейке. Ну, скорость, конечно же, оставляет желать лучшего. Зачем к лифту там? Теперь делать то же самое нужно, но на скорость. Продолжаем. Теперь у нас на скорость задание. Естественно, здесь много вещей написано просто руками, из-за этого количества команд получилось достаточно большим. Итак, первая часть, она нужна для того, чтобы они все пришли сюда, но стали в ряд. то есть они не мешались друг другу, но так как между ними расстояние, нужно будет его сократить. Поэтому если у нас слева или справа работник, то есть вот они вместе, они делают дополнительный шаг влево. И после этого все двигаются по диагонали сюда и шесть шагов вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Таким образом после всех этих действий они встают в ряд. Дальше дополнительно для ускорения, так как уровень никогда не меняется, нам нужно переместить этот куб сюда. А до него дотягивается у нас вот эта крайняя. Для нее если под нами ничего нет, под ней ничего нет, под единственный, то мы подбираем то, что здесь и бросаем. Таким образом у нас первые четыре куба уже становятся в ряд. Дальше мы присваиваем слот два значения, то, на чем мы стоим. В этом слоте хранится информация, куда мы будем приходить. То есть мы будем смещаться и как только мы встали на последнюю часть, допустим, запомнили это место, в дальнейшем мы начнем уже с него искать. И слот первый присвоим. Это значение, в котором мы будем постоянно находиться. То есть вот это значение очень долго будет держаться, а это значение будет постоянно меняться. Далее идет проверка. Если мы стоим на кубе данных, а в слоте у нас ничего нет, то мы подбираем и двигаемся к тому месту, что запомнили в данном случае, к вот этому кубу пойдет первое, к этому пойдет второе, этот к третьему и этот к четвертому кубу. Если же такого нет, то мы начинаем постепенно двигаться вперед, присваивая значение нашего куба. Если у нас дыра, мы соответственно смещаемся по диагонали и шагами доходим досюда и начинаем двигаться снова отсюда влево до тех пор пока у нас не будет. То есть одна часть сделана с кубом, а вторая без куба. Если у нас ничего нет, то мы бросаем вот эта часть, она сделана с кубом, если под нами ничего нет, то мы бросаем. Если же есть, то мы будем двигаться до тех пор, пока не найдем это место. Когда мы его бросим, мы это значение для себя запоминаем и уже начнем искать пустое место с кубом уже от того, куда мы бросили. То есть мы не будем проходить весь этот ряд, если мы допустим бросили куб в эту точку. Мы начнем уже с нее и начнем двигаться дальше. Надеюсь, понятно объяснил. Посмотрим, что происходит. Первая часть программы, вот они все выполняют, встают в ряд. Дальше вот эта перестановка и все, и поехали. Каждый из них будет получать определенные значения. Вот у нас 56, это первый куб. Для нее 35, для него 40. То есть они начнут искать, устанавливать кубы, за которыми они придут, именно отсюда искать следующее свободное место. Ну, давайте за первой лучше последим. Все, нашли куб, поднимаем его и двигаемся к тому последнему номеру. Поставили и запомнили его. Искать мы будем пустые ячейки именно отсюда. Ищем следующий свободный куб. Сейчас они, конечно, все разберут, поэтому следующий будет только вот этот. Идем в слот номер 2, вот он 19, что мы поставили, и начинаем отсчитывать от него. дойдем до сюда. Вот оно, пустое значение, и запомнили его. Следующий куб ставится уже, начиная от него, это экономит время. Ну, и так до самого конца. по командам мы не уложились, но по скорости в целом получилось очень даже хорошо. У кого получится объединить это, присылайте в комментарии. с удовольствием на это посмотрю. И у нас осталось еще четыре уровня, три уровня, и заключительный финальный ролик, который мы посмотрим уже в следующей серии. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. всем пока.